Кто разбил большую лазу и описанную лазу, может быть разбила кошка, может я не ловата. Взрослые малыши к поединку чтецов подошли серьезно и ответственно. Педагоги и родители вооружились книгами и вместе с детьми выбирали интересные и красивые произведения русских классиков. По условиям конкурса стихотворение и автор должны соответствовать программе дошкольного воспитания. С этим заданием справились. Затем учили стихи, выстраивали логические обороты в речи, следили за интонацией и артистизмом в исполнении. Дима Богданович на сцену вышел с красивой птичкой. Это потому, что стихотворение про снегирей, пояснил мальчик. Снежок порухает кружочек на улице белого. И пригласились кружочек в холодное стекло, где летом пили зяблики. Сегодня посмотрите, как розовые яблоки на ветках снегири. Разносороннему развитию ребенка в детском саду номер 6 уделяется большое внимание. Знакомство с художественной литературой, произведениями классиков происходит на занятиях. Кроме того, педагоги организовывают конкурсы, викторины, уроки, на которые к детям приходят сказочные персонажи. Все это сделано с одной целью – пробудить интерес к слову и тому великому литературному наследию, которое есть в России. У нас проходят занятия по ознакомлению с окружающим. У нас проходят занятия по ознакомлению с художественной литературой. У нас проходят занятия по… Дети рисуют картинки к произведениям русских поэтов. Конкурс, как и любое серьезное мероприятие, проходил в три этапа. Сначала педагоги выбирали чтецов из представителей каждой группы, начиная с самой младшей. По итогам второго тура выбирали финалистов, которые будут бороться за медали. Члены жюри волновались не меньше конкурсантов. Выбрать лучшего оказалось делом непростым. Если скажет слово «Родина», сразу в памяти встает. Старый двор, саду Смородина, толстый тополь у ворот. Но независимо от занятого места, за творческий порыв, смелость и артистизм, все финалисты получили специальные награды и книги. Не секрет, что для детей познание мира начинается с волшебных сказок. А вообще для чего читать людям? В программе на этот год педагоги запланировали немало подобных мероприятий, которые в игровой доступной для детей форме знакомят малышей с русской литературой. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.